Мне соседи объяснили, рассказали, что она издевается над твоей дочерью. Я говорю, каким образом? Говорят, тогда она зимой может её в трусиках выставить на балкон. Как узнали, что она её топила в ледяной ванной? Это уже, это я тогда не знал. Если бы я тогда узнал, наверное, я бы её сам утопил. Я Лариса Бузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Алексей, Самир и Виталий. А невеста у нас Ирина. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Ирина, 48 лет. После гибели мужа на протяжении 10 лет испытывала физическое отвращение ко всем мужчинам. Обращалась к врачам и психологам, но вылечила её только время. Ирина – педагог в детском развивающем центре. Рисует портреты, занимается спортом, играет на гитаре и поёт. Гордится тем, что смогла начать жизнь с чистого листа. Мечтает в совершенстве выучить английский язык. Ирине не нравятся нерешительные лысеющие тихони и обладатели бороды и усов. Выйдет замуж за спортивного, активного, нежного мужчину, который сможет вновь разбудить в ней женщину. Здравствуйте. Ириночка, а как вы потеряли мужа? Мы очень долгое время жили на съёмной квартире, зарабатывали деньги. И вот когда мы приобрели квартиру, у меня муж поехал в командировку. И так получилось, что его сбила машина. О, Боже мой. Ничего себе. Вот мы когда сидели за столом, кушали, вот в этот день, когда он уехал, на следующий день, вот он и ночь уехал. И приходит вдруг кто-то к нам, постучал в дверь. Я выхожу, ничего не подозревая. Мне говорят, тут на порог заходят, говорят, здравствуйте, вы Желобова Ирина? Я говорю, да. Ваш муж погиб вчера. Попал под машину. Он сейчас находится в морге. Там-то дети у меня, конечно, застыли. Такие деликатные люди пришли. Да, я его вытолкнула тут же из двери и как бы сказала, вы что делаете у меня, дети? Поговорила с ним и отправила, ничего не соображала в этот момент, зашла. И дети говорят, мама, что он сказал вообще, что он сказал? Мне пришлось улыбнуться, потому что детей надо подготовить. Они очень сильно любили отца. Да и жену, в общем-то, нужно подготовить. Жену никто не думал в этот момент. Мне надо было подготовить детей. Я начала улыбаться, говорить так, та-та-та, значит, всё хорошо. Это дядя приходил, как-то отвлеклась, сейчас я не помню точно, потому что после этого у меня память исчезла. Я даже не помнила номера телефона, не могла ничего. Отправила ребёнка в школу, а сама вот занялась. Сколько вам было лет? Мне было 33 года, мужу было 34. Брак был счастливый? Очень. Как справлялись с этим горем? Кто помогал, кто поддерживал? Меня поддерживали его родители, с которыми я до сих пор дружу. И это мои вторые родители. Я знаю, что свекровь не только с родным внуком занималась, но ещё и с вашим. Они очень любят. И до сих пор вы вместе. Очень любят. Они не разделяют никогда, где вообще нет такого. Он для них родной, и они для него единственные родные люди. 33 года, молодая женщина. Наверняка за вами ухаживали, да, и были мужчины какие-то. Да, такое было, что, вы знаете, как раз произошёл такой момент, когда я ходила именно в чёрной повязочке, в такой одежде и вся, ну, в таком состоянии. Какой-то был период странный, потому что много мужчин мне предлагало замуж. Вот почему-то... Как вдова всегда ценятся. Я не знаю, почему это произошло. Чем разведёнки-то. Да? Ну, никто не знал же, ну, может, да, это повязка. Почему это было, я не поняла. У меня детьми не сломалось. Что ж, молодец. Когда я чувствовала, что ко мне мужчины испытывают какие-то чувства, хочут со мной сблизиться или что-то, мне сразу начинало тошнить. А вы считаете, и вы абсолютно уверены, что у вас сейчас прошёл рвотный рефлекс на мужчин? То есть вы действительно готовы к новым отношениям? Я в этом уверена. То есть у вас, вы хотите сказать, что по сегодняшний день, в течение 15 лет, у вас не было никаких отношений ни с кем? Нет. А как вы в Москве оказались с детьми? В 16 лет дочь моя поступила в университет московский, педагогический, так же по моей линии, как и я, заканчивала педагогический, музыкальный. Она эстрадно-джазовая певица. Вот. И с ней случилось, ну, несчастье это громко сказано, она повредила ногу. И я приехала, бросила работу в один день. Я рассчиталась даже в трудовой книжке, заполняла в автобусе номер акта. Вот. И я приехала сюда, сняла квартиру, нашла работу. И сколько вы уже здесь живете? Пять лет. Бедная девочка. Что только она потерпела, да? Сколько бед свалилось на ее голову. Почему не хотите вернуться домой? Там все свое, нажитое, хороший климат. Вот что вы в Москве здесь делаете? Я не могу жить в этой квартире, которая... Продайте ее, купите что-то другое. Ну, я просто не совсем понимаю, разные, конечно, люди. Но как без своего угла, ну, почти в 50 лет? Я просто не представляю. Вы знаете, когда мы жили со вторым моим мужем, вот у нас была главная эта любовь, спорт. Вот смотрите, вот вы говорите, вы не можете жить в той квартире. Но вы же после смерти, по живым, так сказать, эмоциям, в ней жили. А сейчас вдруг говорите, что не можете. Почему? Ну, я жила, потому что мне надо было. Мы очень бедствовали после этого. Да, это ужасно. Нам даже есть было нечего. И поэтому я не могла ее ни продать, ни уйти на другую квартиру, увезти. А кто, кроме свекрови, кто помогал еще? Ну, материально, например, выжить. Материально я подрабатывала. У моего мужа была мечта, чтобы я получила профессию парикмахера. А вы не работали до этого, что ли? Я занималась с детьми. До этого я была предпринимателем. Потом я стала сидеть дома, заниматься полностью детьми, а муж работал. Вот. А сейчас чем живете? На что в Москве? Я вернулась к профессии педагог и занимаюсь с детьми. Ну, то есть средств хватает на себя? Да, я считаю, что... То есть вам мужчина нужен не для того, чтобы прикрыть свои какие-то дыры бюджетные? Нет, у меня дыр никаких нет. Ну, конечно, никто не откажется, чтобы денег было немножко побольше. А у него должна быть квартира там, или он тоже... Главная любовь и все, ему тоже романтика. Вы знаете, я... Сейчас я об этом сказать не могу, потому что для меня не это важно. Мне главное, чтобы я посмотрела, почувствовала, что это мой человек. А там разберемся. Вот смотрите, Ирина, у вас 15 лет не было мужчины. Вот как вы сами себе представляете, кто бы мог быть рядом с вами? Мне хотелось бы рядом видеть мужчину, пускай он будет не красавец, пускай он будет не такой богатый, но обеспеченный. Но охранник будки вам не нужен. Кстати, охранники неплохо зарабатывают, даже в будке. Не очень много. А какую бы профессию вы предпочли? Бизнесмен? Я не думала об этом. Там упал, отжался вариант. Ну, милый мой, тебе такая немножечко давящая, давящая такая и нужна женщина, чтобы это так мудро слегка придавливало. Я знаю, что у вас желание вернуться к супружеской жизни возникло после того, как вы пообщались с подругами, которые в семье, с мужьями, с детьми, в полноценных, да? У меня много друзей, подруг, которые... И вдруг вы ставили себя на это место, на место своих подруг, и вам захотелось вот все. Да, как они хотят вернуться домой, как они готовят кушать, очень вкусные ужины, праздники, мужа ждать с работой. Ну, понимаете, если ты всю жизнь живешь с мужчиной, и у тебя уже налажен быт, ты уже все знаешь про него, знаешь, что можно, а чего ни в коем случае делать нельзя, это одна история. А вы готовы сегодня? Вы уже испалованы, это как закоренелый холостяк. Ну, понимаете... У вас же, наверное, еще и куча требований, чтобы не пил, не курил, чтобы цветы всегда дарил, да? Нет, я люблю, когда немножко выпивает, немножко курит. Высокий, не толстый, самодостаточный, образованный, подвижный, активный. Подвижный, активный, не депрессивный. До скольки лет. Чтобы был... До скольки лет. До скольки лет. 55. Если я полюблю, это будет вулкан. Ирочка, я вам просто такую картинку нарисую. Вот представьте себе, ну, вам будет понятно, о чем идет речь. Вот построить новое отношение, это как после того, как, не дай бог, конечно, сломал ногу, особенно в возрасте. Она заживает, ходить больше надо, усилий вкладывать, чтобы она зажила, денег и так далее, и тому подобное. Вот так выстраиваются новые отношения. Не у всех, особенно у женщин, хватает на это терпения, понимаете? Поэтому одного ощущения, что вы внутри молодая, не хватит. И вот мне не удалось, не знаю, как вам, я, по крайней мере, вам помогу. Но я хочу еще одно сказать, что даже просто семейную жизнь со своим постоянным мужем разве легко налаживать и все время поддерживать этот огонь? Это же тоже работа постоянная и тяжелая. Вот посмотрим, как вы полюбите эту работу. Это все слова, у вас нет практики. Вы помните, как вы ложились с 34-летним мужчиной, с красивым молодым телом, который вас любил, выражали детей в этом браке. Поэтому мы вас предупредили. Ну, я еще раз говорю, может быть, радужную картинку нарисует Василиса, что там звезды? Она не радужная, но весьма неплохая. Я считаю, что у вас есть возможности по части личной жизни. Другое дело, что вам, прежде чем выстроить отношения с мужчиной, придется избавиться от двух вещей. От гордыни и от своих страхов по отношению к мужчинам. Гордыня – это ваш сильный знак льва и Сатурн в овне в первом доме. Луна в рыбах в 12-м доме, наоборот, закрыта. Вы человек очень трепетный, вы боитесь их, попросту говоря. Вот я вам советую, во-первых, не бояться, сделать шаги к ним навстречу. Во-вторых, помнить, что в ближайшее время вас ожидает удача. А через полгода она сменится настоящим испытанием на прочность. И вот там уже будет понятно, выбранный мужчина, он прошел это испытание или нет, помог или нет. Может, ты заменишь Виталия? Нет. Я никогда не буду жениться. Хватит у меня первого опыта. Проходите, знакомьтесь с первым женским. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Алексей. Очень приятно. Я хочу вам подарить живые цветы. Мы привыкли к тому, что каждый раз, каждое отношение, каждое общение начинается с чего-то мертвого. Давайте начинать с живого. Спасибо большое, очень приятно. Спасибо, проходите. Алексей, 40 лет. Инженер-программист. Умеет работать руками и решать нестандартные задачи. Гордится тем, что похудел на 45 килограммов и тем, что за 24 года не выпил ни капли спиртного. Предупреждает, что любит опережать события. Пока Алексей находился в декретном отпуске по уходу за ребенком, его супруга сплетничала о нем с коллегами по работе. Надеется, что Ирина будет его уважать. Алексей, а почему такая странная расстановка противоестественная? Обычно женщины сидят в декрете. Я был фрилансером. А это как фрилансер, это человек, который разрабатывает программное обеспечение под заказ. То есть именно тогда я научился спать по два часа. Потому что дома пишешь, пока ребенок спит, пишешь. Пока ребенок спит, что-то делаешь по дому. Поэтому, в принципе, а супруга работала главным бухгалтером. Она очень хотела, чтобы за ней осталась работа, за ней осталась профессия. То есть была такая договоренность, что вполне естественно весь мир это практикует? Ну, в принципе, да. Мне кажется, на два года что не подходит, он моложе. Ей он лет на 10 моложе. Он как мама и сыночек. Он не похож абсолютно. Мама и сынок, да. Или больше даже, он младше ее. Или даже, может быть, младший брат. А вы хорошо ее знали до того, как появился ваш собственный ребенок? Мы прожили 6 лет вместе. Я очень хотел ребенка. А она почему нет? Она решилась, спустя 6 лет, она начала заниматься какими-то... В этот момент начала заниматься вроде как самосовершенствованием в области эзотерики. И где-то там услышала о том, что, в принципе, ей тоже нужно ребенок. Скажите, а вот эти ее тиранические наклонности когда стали проявляться? До рождения ребенка или после? Когда мы начали... Первое время жили вместе, первые два года, я заметил наклонности и собрался уходить. И они... Она как бы пообещала, они исчезли. Они исчезли вплоть до рождения ребенка. Скажите, вот она давила вас как морально или физически тоже доставалась? Доставалась. Доставалась физически. Поколачивала. Физически. Она получала от жены, что ли, а? Он получала. А вот теперь я понял, в чем дело. Ну, похоже, да. Все понятно. А какими-то предметами? Теперь я... Немножечко инфансировал. Теперь я понял, в чем его проблема. А когда поняли, что невозможно больше жить, после чего? Была ситуация очень интересная. Я никак не мог понять, как разработчик всего программного обеспечения, фактически, крупной организации, попал в такое, вот, как это сказать, отсутствие субординации. Есть момент, когда люди или допускают обсуждение, или не допускают. Вот если на работе, на профессии... А зачем она обсуждала мужчину, с которым живет? Каждый человек получает свои авторитеты разными путями. Будто это на работе, будь то ли это... Ну, то есть, унижая Вас, ей казалось, что она прямо вырастает в собственных глазах, да? Она вырастает в собственности в глазах коллектива. А вы знаете, что женщин, которые живут с мужьями столетиями и на кухне с своими подругами перетирают им кости? Есть два выхода из этого. Одна из подруг про себя думает. Ну, раз он такой плохой, значит, я могу у тебя его увезти. Как чаще всего так и происходит. Понимаете, а вторая половина думает, дура ты, и не уважает эту женщину никто. Нельзя о своих детях говорить плохо, нельзя обсуждать своих родителей, нельзя обсуждать своих партнеров. Потому что это гадко. Отношения надо вообще строить на уважении друг к другу. И тогда не будет ни сплетен, ни разговоров и ни унижения. Скажите, у Вас ведь и была до нее женщина много старше Вас? Да, первая супруга у меня была на 8 лет старше меня. А откуда такая страсть к пожилым женщинам? Здесь не страсть к пожилым женщинам. Здесь, как бы Вам сказать, немного, иногда бывает со сверстницами, не о чем поговорить. Нет, может быть, это из-за того, что Вы рано лишились родителей и Вас воспитывала бабушка? Нет, меня не воспитывала бабушка. А кто? У меня вырос в детдоме. В детдоме? Сколько у Вас было детей? У матери? Да. У матери сначала было трое, а уже к старости она родила четвертого. И все дети в детдоме, Ваши братья и сестры? Нет, трое прошли через интернаты и детдом, а один остался с ней, последний. Мать пила? Я не знаю. Не встречались? Нет, почему? Я ее видел, встречался, я ее знаю в жизни. Просто я с ней не общаюсь. А почему, не знаете, она сдавала всех Вас детей, рожала и сдавала в детский дом? Она просто залетала, вот и все. Что она? Как Вам сказать, образ жизни был такой. Это его проблема? Да, из детдома обычно очень тяжелые люди выходят. Вы очень приличный человек, интуицию не обманешь. Вот с Вами подруга Оксана, что Вас связывает? Ну, он друг нашей семьи, мои дети его просто обожают. Скажите, вот у Вас же наверняка есть подруги незамужние. Вы мне говорили, у меня такой есть приятель, Лешка. 40 лет, классный. Не пробовали его? Есть, но просто он далеко живет. Мы больше виртуально общаемся. А Вы откуда сами-то? Я родился в Орле до 20... Нет, сейчас где живете? Сейчас живу в Ростове, полтора года. А Вы после развода так похудели, да? Или наоборот поправились? Нет, я за время совместной жизни поправился... Давайте посмотрим, у нас фотографии есть. Это я похудел. Это худой уже? Это 128, это 127, а я весил 138. Перед Вами взрослая женщина, 48 лет. Вы хотите детей? Нет. Почему? Дети – это большая ответственность. И на мне она уже висит достаточно сильно. Что-то в нем есть, что-то не то. А что не то, я не знаю. У Вас есть три бонуса. Свидание наедине, семейная традиция, скелет в шкафу. Скелет в шкафу. Не люблю эти скелеты. Ноги. Ноги. Вполне себе красивые мужские ноги. Там не видно. Я когда родился, у меня врачи боролись за жизнь. У меня на обеих ногах шрамы. Ну, это Вам не мешает жить и быть абсолютным красавчиком. Он был травмир, но видите, он прекрасно выглядит, чем молочинка. Да нет, хороший парень. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Покажите сюрприз. Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродром. Светит незнакомая звезда. А удача, награда, застрелась. А песни довольно одной, Чтоб только огонь не пела. Хороший человек, у него на лбу написано. Так хочется для него счастья. Это как надорваться нужно было мужику в 40 лет, ни детей не хочет, вообще ничего не хочет. Есть у вас силы? Ну, посмотрите, он просто ангелоподобный. Нахлынули переживания? Да. Ну, ничего, тебя все поняли, все поддержали. Весь зал тебя поддержал. Прекрасный. Приятный, да, очень. Вам понравился? Очень душевный мужчина. А вам? Мне тоже понравился. Понравился или очень-очень? Понравился. Понравился. Расплакался, как ребенок. Я удивлена, что вы действительно так сдержанно отреагировали. В вашем гороскопе планета, которая управляет за образ мужчины, это Марс в Скорпионе. Вам, конечно, хотелось бы мужчину сильного, смелого, уверенного в себе. А такому мужчине хотелось бы Леру Кудрявцеву, понимаете? Но поэтому... Что ты меня сбиваешь постоянно? Но этот самый Марс в Скорпионе, он говорит, что у мужчины должно быть еще очень чувствующее сердце. Он должен быть очень тонким. И вот эта вторая часть, она полностью присутствовала в нашем женихе. Я понимаю, что полного соответствия вашим желаниям нет. Но есть ощущение, которое должно было вас натолкнуть на мысль, что с человеком вам может быть очень неплохо. Он действительно обогревающий. Дело не в том, кто как изранен. Здесь в студии не израненных и не оказывается. Марс у нее в Скорпионе, а она его не выберет. Знакомьтесь с вторым женихом. Удачи! Здравствуйте! Сегодня ты собой купила полет свободного ума, Когда меня ты обольстила, того не ведая сама. Это вам. Спасибо. Спасибо, проходите. Самир, 51 год. Строительный подрядчик. Гордится разрядом мастера спорта по плаванию. В свободное время ухаживает за своим садом и домашними питомцами. Мечтает встретить женщину и жениться. Предупреждает, что готов на любые компромиссы ради любимой женщины. После трагической гибели супруги Самир женился на женщине, которая подвергла его маленькую дочь страшным мучениям. Надеется, что в Ирине он не ошибся. Здравствуйте. Самир, откуда вы к нам приехали? В Тольятти. А что случилось с женой? Когда настали сложные времена, у нас семья была богатой. Мама дала денег жене, чтобы она поехала в Турцию, купила там ресторан вместе с домом. Мы хотели, чтобы внизу был ресторан, наверху. Мы же сами жили. Почему она поехала, а не вы? А потому что я работал в таких... Ну, я в военной был, в погонах. В военное время было там беспорядки. И я бы не смог выехать просто так. Поэтому мы решили, что... На семейном совете решили, что жена должна поехать. Она поехала не одна со своей подругой. И что там случилось? В аварию попала нежданно-негаданно. Очень долго не было от нее вестей. Очень долго. Тогда же не было сотовых телефонов. Мы только от почты к почту и все звонили. Я вам очень сочувствую. Сколько дочки было к тому моменту? Когда она пропала, три годика было ей. Я вот остался с ней наедине. Жена пропала. Маму удар хватило. У меня мама врач. Она тоже попала в больницу. И я вот остался с трехлетним ребенком. Но ничего, выжили. Человек очень уверен в себе, на самом деле. Да. Таким и должен быть мужчина, на самом деле. Когда оправились от потери, создали новую семью. Через сколько лет? Это уже было... Дочке было лет шесть, наверное, уже. Да, я начал встречаться с девочкой. Сколько ей было лет? На тот момент она была... Она четыре года младше меня. Русская? Да, русская. Но наша в Баку. Мы в Баку познакомились. Я в Баку. Я имею в виду про Баку. И она была невероятно ласкова к дочке. Очень. До такой степени, что даже дочка попросила у вас разрешение называть ее мамой. И это сыграло решающую роль, потому что я, честно говоря, еще сомневался. А когда дочка ко мне подошла, у меня аж мурашки по телу пошли, аж слеза вышла, что она меня за мизинчик так взяла, вот так вот. Папа, папа. Я говорю, что можно я ее мамой назову? Я говорю, ну, дочь, мне, знаете, я говорить не могу. Плакать хочется. Что вы говорите? Все, что касается наших детей, это же. И когда она показала свое истинное лицо? Пока все было нормально. Она ее в первый класс повела, начала с ней заниматься. Девочка хорошая была, умная девочка. И когда вот она забеременела... Общим вашим ребенком? Общим нашим ребенком. У меня еще девочка родилась, хорошая девочка. Ника зовут ее. Вот. Она уже на последних месяцах беременности, я начал обращать внимание, что у них отношения используют. Дочь не у них используют, а у нее, у моей дочери. Что ее стало раздражать у вашего ребенка? Абсолютно все. Не пытались вот на этой ранней стадии, пока не стало пограничено? А я не знал, Лариса, я не знал. От меня все все скрывали, соседи скрывали. А дочка не могла вам рассказать? А дочке она угрожала, что если ты папе расскажешь, а мы тебя сдадим в детский дом и приходить не будем к тебе. Надо же, насколько похожи судьбы. Да, получается, что у нее муж погибли. И вот встретились в одной студии, да, потеряла мужа, жену, еще... Зеркально у него. У него жена, да? Погибла. Она даже как удивительно. Получается, что это их сплотило как-то. Что она с ней проделывала? И как вы об этом узнали? Ну, я потом совершенно случайно, через год мне соседи объяснили, рассказали, что она издевается над твоей дочерью. Я говорю, каким образом? Говорит, то она зимой может ее в трусиках выставить на балкон. В общем, если она принесет одежду, упадет с вешалки одежда, она этой вешалкой ее и забьет. А я прихожу домой, говорю, синяки, ну, маленькая девочка. Ну, игралась, ударилась, ну, и девочка, главное, ничего не говорит мне. Ну, поняли, увидели, да, что ребенок запуганная. А я потом начал обращать внимание, что она, да, у нее начало какая-то что-то, и кота начала появляться, еще что-то. Она подходит ко мне, что-то хочет мне сказать и не может. У нее все внутри рвет ее. Как узнали, что она ее топила в ледяной ванной? Это уже, это я тогда не знал. Если бы я тогда узнал, наверное, я бы ее сам утопил бы в этой ванне. Это уже потом, через много лет, когда дочери 20 лет исполнилось, она говорит, папа, мы тебе не рассказывали, зная какой ты, да, мог бы наказать. Она, говорит, меня вот заставляла лезть в ледяную воду, в ванну, и когда я противилась, она, говорит, сначала меня полностью туда, и говорит, если ты не будешь здесь лежать, я тебя утоплю. Она головой махала ей в ответ, она ее выпускала, и вот она там лежала. Скажите, ну, есть же подружки, может быть, она подружкам жаловалась? То есть вы ни сном, ни духом? Я вообще ничего не знал. Когда узнали, что случилось произошло? Ну, когда узнали, я просто разоединил их, потому что уже дочка была, да, вторая дочка тоже моя. Я просто разоединил, мама моя жила вместе с моей дочерью в одном месте, мы жили в другом месте. Дочка ушла с радостью к бабушке? Да, она прямо, она мою бабушку мамой называла. И сколько лет она жила у бабушки? А мою маму мамой называла. Сколько лет у бабушки жила эта злая мачеха? До конца, пока мы были вместе, она жила там. А были вместе, сколько еще лет? Мы были вместе еще года два. А что потом произошло? А потом начало уже переходить уже на меня тоже. Я когда домой шел, я не знал, что меня дома ждет. Я знал, что будет скандал, но какой я еще не знал. Да не могло быть такого, чтобы он этого не знал. А что стало последней каплей? Последней каплей мне стало то, что когда она мне выдвинула ультиматум, она сказала, или твоя мать с твоей дочерью, или я выбираю. Я говорю, ну это глупо. Как можно выбирать между мамой и женой? Это совершенно разные люди, совершенно разные чувства. Тем более вы кавказский мужчина. Да, в нет выбирай. Я говорю, да я тут и выбирать не буду. Она говорит, как ты не будешь? Я говорю, до свидания. Вы военный человек, через такое прошли, я вас понимаю. Вот почему мой брат после Афганистана не может никого ударить? Потому что он два метра роста, и у него рука, как у меня, голова. Если он ударит, он убьет. Поэтому когда на нем лежит, он только стоит, мастер спорта, знаете, биатлончик, он только стоит, смотрит, помнишь его. И он ничего не может сделать. Потому что сильные люди не могут гавкаться. Потому что вы бьете один раз. Я боюсь начинать. Если я начну, я уже не смогу остановить. Поэтому я вас и не пытаю. А что же, куда же вы смотрели? А почему вы нет? Что с этой истеричкой, психопаткой, тварью было? Совершенно правильно. Скажите, сейчас она где? Не в больнице? Не лечите? Нет, они сейчас во Франции живут. Замуж вышла? Нет, она одна уехала. Я то, что в Баку все оставил, ушел. А ребенок? С собой забрала. Девочка, кстати, очень умная. По скайпу общаемся. Четыре языка знают. Хорошая девочка. Она сейчас в Лионе живет. Хочет поступать в Англию. Ой, Самир, перед вами Ирина, 48 лет. Или вы хотите молодую, чтобы еще детей вам родила? Не хочу я молодую. Я хочу, чтобы ближе к моему возрасту было. Это глупо встречаться с молодыми. Значит, детей тоже не хотите, потому что с головой дружите? С головой дружим, конечно. А вы же не хотите бедную. Вы хотите, чтобы у нее достаток был. Почему? Потому что, к сожалению, большому сожалению, быт съедает чувства. И это я уже знаю. Как бы человек хорошо друг к другу не относился, тяжелый быт ломает все. Правильно. Я не хочу этого. Мало того, я за равные браки. Да. Все-таки сегодня у нас не давай поженимся. Что у нас сегодня? Сегодня у нас какая-то больше программа. Малахов. Нет, мужчина и женщина есть такая. Да, или какая-то. На Первом канале мужчина и женщина. Ирина живет в съемной квартире в Москве. Возвращаться к себе не хочет. Хотя у нее там есть и возможность есть поменять квартиру, чтобы не ассоциировалась с плохим. Я, по большому счету, легкий очень на подъем. Могу поехать куда угодно и всем. Но, но, у меня есть одно но. Какое? Это мои три кота и две собаки. Поедете в Тольятти? В Тольятти? Да. У меня аллергия на кушек. А так мужчина очень достойный. Добрый. Глаза добрые. Под ним глаза можно влюбиться. Ну, в принципе, да. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейные традиции. Давайте семейные традиции. Очень хорошо, потому что этот народ их сохранил, в отличие от некоторых. Да, хочется посмотреть. Что за семейные традиции у вас? Мы из семьи нефтепромышленников до революции мои преды занимались нефтью. Добывали нефть. И Нобель, когда приехал в Баку работать, он работал вместе с моим дедом. Они подружились, вот он подарил ему часы. А вы передаете, да? Да. По наследству? А кому? По мужской линии или по женской? Младшим, не имеет значения. Младше. Кто младше в роду, тому переда идут. А приготовили сюрприз? Да. Покажите. Хорошо. Без женщин грустно мужикам, не только секс же нужен нам. Нет чувствам сердца, нет любви, нет жизни, нет и вдохновения. Мне трудно очень одному, мне холодно. И душу мне согреет любви убойная волна. Уйдут бесследно все напасти, когда кипят любви лишь страсти. Живи, пока есть жизнь, живи и наслаждайся, пока судьбой все радости даны. Порывов ты своих, не бойся, не стесняйся, успеешь ты еще о прошлом помечтать. И жизнь тогда лишь хороша, когда идешь по жизни не спеша, в обнимку с милой ты одной. Люби и будь любимой ты. Спасибо вам огромное. Если же ты делаешь подарок, ну хотя бы выучи его. Светлана, что вы скажете? Творческий человек. Но семейный, но вот одно но. Какое? Зная Ирину и ее аллергию к кошкам и собакам. Кроме кошек и собак. Ну он вам как мужчина, вызывает ощущение, там, желание? Что-то я думаю. Ваш не ваш, вы говорите, я своего почувствую. Не почувствовала, если честно, не почувствовала. Вот именно. Роза. Эх, Самир, Самир, если бы поехала, ба. Но я тебе хорошую, прямо. И чего нам? Я тебе прямо... Есть у меня одна азербайджаночка, прямо, ой, хорошая такая. Вообще, конечно, большое счастье общаться с людьми, за которыми стоит такая культура. Человек, который в этом рос, он это знает, и он этому не учился, он просто это впитывал с рождения. Это называется другая детская. Отсюда, конечно, и семейные традиции, отсюда и деды, и прадеды. Да, он родился с золотой ложкой, сытый. У него была очень профессия военная, благороднейшая. И вся его история показывает, что он наиблагороднейший человек просто, которому не повезло. Ну, даже, может быть, это и к лучшему, что у него аллергия на кошек и собак, потому что я своих братанов не отдам никому. И не надо Ирине выбирать Самиры, потому что ему огненные женщины противопоказаны. Да, к сожалению, у Самиры удивительный гороскоп. Семья с семьей, а судьба с судьбой. Но, во-первых, всё тяжёлое рано или поздно заканчивается. Во-вторых, действительно, выбор женщины должен быть определённым. Нельзя выбирать огненную, яркую, активную, доминирующую. А в вас ваш знак льва всё ещё пока горит, и он пока ещё не успокоился. Поэтому, конечно, я не советовала бы просто Самиры. Но у нас ещё есть один жених. Проходите, знакомьтесь. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Добрый день, Ирина. Рад знакомству. Меня зовут Виталий. Я надеюсь, что наше знакомство перерастёт во что-то большее. Это вам. Очень приятно. Я тоже надеюсь. Виталий. 53 года. Директор полиграфической фирмы. Также занимается астрологией. Любит отдыхать с друзьями в джазовых и рок-н-рольных клубах. Мечтает отвезти любимую женщину в Париж. На 17-м году семейной жизни Виталий понял, что уже 7 лет живёт со своей супругой по инерции и предложил развестись. Надеется, что Ирина его не разочарует. Ну, вы прошлись джазовой походочкой к нам. Это видно. А друг-то друг, посмотри. Собственно говоря, кто-то сомневался. Цветы дарить будем? Тебе, что ли? Ну, я не знаю. Это не тебе, опера, при мне. Я не знаю. Как раз тот человек, который ей нужен. Они как раз подходят друг к другу, одного темперамента. Что конкретно вас не устраивало в жизни? Нет, это как бы такие слова. Последние годы уже жили по инерции. Первые 10 лет всё было, в принципе, очень неплохо. Мы родили двух детей. Жена занималась домашним хозяйством. Я занимался работой. Работал в полиграфическом бизнесе. Всё было, в принципе, неплохо. Потом... Ну, что-то однажды случается, когда вдруг нечаянно оброненное слово или какое-то замечание, или что-то такое срабатывает, когда ты понимаешь, что уже просто как на каторгу в постель. Да, дело в том, что она полностью ушла в домашнее хозяйство и занятия с детьми. Я ушёл в работу и общение с друзьями. Не то, что там общение в плане того, что там каких-то дел, а в том плане, что я как-то... Мы зажили другими жизнями разными. Виталий, а поговорить есть, сказать, что не могу, что ты всё время в халате, в так... Говорили несколько раз, что-то менялось, но, видно, уже мы не находили, как это, общих тем, целей, вот каких-то радостей, хотя вроде ездили и отдыхать вместе с детьми. В общем, вот что вы за порода такая женская? Вот я сейчас сижу, умничаю, да, сама. Я иногда дома пробегаю мимо зеркала, думаю, боже, я ещё своему мужу отказываю. Кошмар! Девчонки всего, кто слушает. Ну и тоже дома какой-никакой... Ты вообще в трусах мужских ходишь. Я ужас, и в майке. А дома, слушай, какой-никакой расслабиться хочется, вообще честно говоря, невозможно, что их удержать всё время. Да, иногда думаешь, о-о-о, как будто полк солдат выкормила, где-то там в районе у меня. Но они тоже, извините. Они могут, они мужчины. Ну да, на пузине вообще глянешь, вообще ничего не забываешь. Им можно, им можно. И вот когда вы уже подустали в конец с тетей Мотей, вы на нервной почве даже похудели, как вам было дома, плохим намазано. Да, это уже в последние несколько лет, когда я начал уже понимать, что вроде бы... Точнее, не понимать, что что-то надо менять, а уходить в лечение, в заботу о себе, тратя какую-то даже часть семейного бюджета на это. Вот так, достаточно лихо. Виталий, а погуливали честно? Погуливали? Нет. Слушай, у него лысина. У него лысина? Да. А ей не нравятся лысые. А как жена отнеслась к вашему решению уйти от нее? Резко отрицательно, потому что там часть жизни была завязана на меня, с одной стороны, потом я помогал. Ну и пошла, естественно, по протуренной дорожке. Сказал, детей не увидишь, наверное, да? Ну, такого не было. Просто она хотела определенную жизнь, построенную под меня, дальше продолжать. Ну и стали задаривать, заносить, чтобы для нервов. Да, ну, сперва да, я старался, хотя дети чуть отчуждились от меня, но тем не менее связи я с ними не терял. Виталий, а пробовали с кем построить еще отношения серьезные? У меня были несколько романов с женщинами. Вот в одну женщину я был страстно влюблен. Расскажите. Младше вас была, естественно? Да, она была младше меня, да. На сколько? На 18 лет. И что там за проблемы, о которых вы узнали? Мы познакомились в ресторане, это был страстный роман, девушка была похожа на что-то среднее между Шарлистой, Рон и Камерон Диас. Я влюбился прямо без памяти. Вот, как-то мы друг к другу очень сильно приглянулись. Я тогда уже начал заниматься астрологией. У нас были полные соединения Венеры и Марса. Ой, только я вас умоляю, дайте не про Девятый дом, умоляю вас. Венера в Раде. Через месяц она попросила меня забрать от друзей. Я приехал и увидел, что человек очень сильно пьян. И в конечном итоге оказалось, что она прожила у меня три недели. И за эти три недели я понял, что такое, на всю жизнь запомнил, что такое близкое общение с женщиной больной алкоголизмом. О, Господи, как же он такое нашел-то. А вот, Ирина, пять лет разницы. Я вот не знаю, как Виталий смотрит, но то, что Андрей смотрит на Ирину, а Ирина на Андрея, они так обменялись взглядами вначале. Я смотрю... Как вы все замечаете, а? Вы одиноки, Андрей? Нет. Тогда извините. Нет, но я скорпион. А это многое бывает. Вам, вы... Ну, скажем так, вы остались по-молодым специалистам или на возрастных уже тоже нормально? Мороз. За эти годы, что я был один, у меня... Виталий, скажите, зачем вам жениться? Вам для чего нужна жена? У меня были разные возрасты женщины, в том числе и возраста, примерно возраста Ирины. Но вы не женились? Вот. Я не женился. Послушайте, Шарли Стерон практически ровесницей Ирины. Да, жениться, я не... А Шарон Стоун еще и старше. Но мы же говорим все-таки... Понимаете? Есть шарм, есть подача. Ну, вы видите их через фотошоп. А я наблюдал за глазами. Очень живые глаза у Ирины. Очень поликновенные глаза. У Ирины потрясающе... Наше здесь воздержание, слышите? У Ирины потрясающе... У Ирины потрясающе... У Ирины потрясающе... Я бы лопнула. Но этого она точно не выберет. У него, у него, у него все концентрируется. Я, я на себе. У нас с Ириной, в общем-то, интересные моменты для совместимости. У нас есть основа для страстного. Да, у нас есть основа для страстного романа. Ее Венера на моем солнце. Василий, по-моему, он тебя подживает здесь, а? Давай, я его пошлю. У него Венера на солнце. Комнату идите подчаться в течение минуты. Бонус такой у нас. А я вам пока расскажу, что за основа для страстного романа. Лучше почаимся, потом подойдем. Так вот, Виталий, как показатель совместимости, выбрал вот это соединение Венеры с солнцем своим собственным у Ирины. Это ужасно, на мой взгляд, это манипуляция. Потому что ровно при такой совместимости он способен Ирине понравиться. Понимаете? То есть она действительно способна для этого мужчины много делать. Он ей может импонировать, делать какие-то шаги навстречу. Интересно, почему? Нет, а наоборот. Представляешь, какой тонкий расчет? Пусть я ей нравлюсь. А сам-то, где его живое чувство? То есть это основа для страстного романа с ее стороны к нему. Ну ладно, хоть это огреется, господи. Ну что ж ты? Жалко, что ли. У вас такие выразительные глаза вообще. Какие у вас увлечения? А, именно хобби? Да. Много увлечений я люблю заниматься. Самое главное, я люблю спорт. Рисовать. И изучать иностранные языки. Много читать именно какой-то научной литературы. Ну вообще люблю просто повеситься, побаловаться, расслабиться. Скажите, у вас какой знак зодиака? Дева. Здорово. Дева. Люди не скрипят. А вы? Люди не скрипят. А вы? А вы лев. Если честно, Виталий одинокий. Вот я вижу его одиночество. Каждый день. Ну мы не каждый день, конечно, общаемся. Ильвира, а вы? Я вижу, что вы женщина. У нас угрыло все для серьезных отношений. Я тоже астролог, вот так вот я смотрю на него. Ему просто необходимо. Он здесь подсиживает вас. Нет, мы не подсиживаем, в никаком случае нет. Серьезно, что? Вы понимаете, у него недавно умерла мама. Для того, чтобы встретить старость. Да, старость. У него недавно умерла мама. В январе. В январе. И вот что у него большой минус, он очень, в быту очень неряшливый, да, такой вот неряшка. А, то есть она нужна, чтобы приготовила, убрала. Я прихожу в его квартиру, это нечто. А у вас какие любимые увлечения? Спорт любите? Я люблю музыку, спорт, я играю на бильярде. О, здорово. А теннис? А, в молодости я играл, в большой теннис. Большой, а маленький, настольный? Вот, маленький, настольный, тоже играл в молодости, в детстве. А ему нужно, чтобы она была просто красоткой. Да, достаточно. И при этом... Вот такая Венера. Выходите, уже все, минута 140 раз закончилась. Проходите, садитесь. Вы улыбаетесь, хороший знак. Виталий, а вы сразу же показывайте сюрприз. А вот еще... Ирина, я вам хочу подарить духовный подарок. Это специально для вас сделанный гороскоп Майя, ваш личный. Вот, спасибо большое. Мы дарим то, что мы умеем. Ах, не вините меня в том, Что опоздал чуть-чуть. Грозди рябины под окном, А мне не дают никак уснуть. Грозди рябины под окном, Мне не дают никак уснуть. Часто от себя бежим и долго маяемся Под занавесочкой лжи, Что ж не раскаиваемся. Под занавесочкой лжи, Что ж не раскаиваемся. Поетесь. Спасибо вам большое. Проходите в свою комнату. Спасибо. Все равно молодец. Светлана, ну, а Виталий вам понравился? Виталий мне понравился. Я думаю, что у Ирины в отношении этого мужчины Немножечко что-то ёкнуло. Да, понравился. И мне понравились его друзья. Вот девушка очень приятная. И очень веселый друг. Я почему обратила внимание, что такое живой. Думаю, раз такие друзья. Много говорят, я думаю, друзья. Роза. И общение вокруг. Очень интересно. А что, ну, я уже сказала. Говорю, это Виталий, она неплохой. Тем более там с солнцами, с Венерами. Говорит, говорит, страстный. Вам сейчас как раз нужен такой мужчина. Ну, уж не знаю, что дальше будет. Ну, по крайней мере, отогрейтесь, пожалуйста. Да, мне тоже кажется. И пять лет разница в возрасте прекрасная. И вы ему понравились. Виталий, она твоя. Ну, видишь, всё-таки, да. Всё, твоя, твоя, твоя. Тем более там из факторов у человека и позитивных. Роза сказала про твою Венеру веса. Она состоялась. У неё есть... Тихо, тихо, тихо. Я бы не сказала, что Виталий страстный человек, но то, что эмоциональный, это определённо. Всё-таки нужно это разделять. Так вот, он не страстный, а Луна в соединении с Нептуном в Скорпионе говорят о том, что он и чувствительный, и восприимчив к женскому мнению, к женской критике очень. Действительно, очень любит красивых женщин. То, что пришёл к вам, это определённый комплимент, это лестно, когда мужчины с такой Венеры приходят к женщине. Но при этом его этот образ, Венеры воздушной, очень теоретически умозрительный. Нравятся женщины одни, хочется, чтобы она была центром его мироздания, но выбираются женщины хронически другие. Или он не может вот этих женщин никак себе в жизнь заполучить. Потому что, когда в 53 года обсуждаешь, страстный ли мужчина, вообще человек, это немножко смешно, ребят. А, это про тебя, да? Слушай, стопуду попадания, стопуду, о чём мы всё время говорим. Девочки, посоветуйтесь, пожалуйста, а и мы, в свою очередь. Ленка, может, всё-таки третий? Или первый? Ну, ты так тихо говоришь. Ну, как ты считаешь? У тебя от кого-то что-то? Ну, сейчас пойду, будет сюрприз. Ну, да. Первый более такой вот, он больше, но он слабый. Да, да, да. Не слабый не пойдёт, я сама хочу быть слабой. Ну что, девочки, определились? Да. И кто же он, кто же он, Светлана? Я Ирине порекомендовала всё-таки третьего претендента. Роза? Мужчины в молодости декларируют, что сделает нас счастливыми. Вот абсолютно счастливых же он не видела. И, в принципе, правильно. Сами своими руками делаем, как говорится. А в возрасте уже декларация, ну, не знаю, да, Виталий, пусть отогревает, по крайней мере. Вообще, мне интересно было бы, чтобы к тебе зашла. Там есть свои мысли у меня на этот счёт. Я мучаюсь между Алексеем и Виталием, потому что с каждым из них у вас есть гороскопические завязки, такие даже не завязки, а крючки, которые хорошенько человека цепляют. И с Виталием они есть. Но есть и определённые минусы. Ему нужна женщина более спокойная, уравновешенная. Вам придётся вот такой красивый в этом костюме, с этой чёлкой, с этим мейком ходить всё время и дома, то есть не расслабляться. С Алексеем есть другая сложность. Ему нужна женщина очень-очень заботливая, та, которая и будет его отогревать за все эти годы. И та, которая будет в деталях пытаться в нём разобраться. Женщина должна очень-очень его полюбить для того, чтобы за ним пойти. Вот кого я хотела около тебя, хотела видеть около тебя хорошую хозяйку. Вот, она на самом деле действительно хозяйка чудесная. Ну видно, что она вот ухоженная, аккуратная, конечно. Хоть тебе будут борщи готовить. Я предлагаю посмотреть вам на один из видеоприветов под рубрикой «У нас есть пара». И я хочу, чтобы этот Арбат, ты запомнила вот такую улицу красивую. И чтобы в твоей жизни был Арбат только самый-самый лучший. Вот новое поколение растёт, да? Так, ну-ка пошли, 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 пошли. Пошли, пошли. Я столько. Ты нашла своего студента, нечего. Привет. Как тебя зовут? Я. А откуда ты такая? На передаче «Давай позовемься». Ничего себе, моя мама всё время смотрит эту передачу. Это здорово. А ты эта свадьба, свадьба, свадьба пела и полистала. И крылья эта свадьба. У нас есть пара Маргарита и Валерий. Сколько лет назад я ходила отсюда через Новый Арбат. Через Арбат бежала, торопилась на метро. У меня никогда не было даже минутки свободной, чтобы вот так вот просто сись, посидеть. А, ты здесь где-то рядышком училась, да? Я училась на Калининском, за Калининском проспекте, на улице Воровского. Арбатный курс у меня был. Да, он был более домашний. Вот так. Хотите быть счастливы? Проходите туда, куда вас поведёт сердце. Мы в любом случае вас поддержим. Приглашаю всех выйти из комнат и поддержать Ирину. У нас есть пара Ирина и Виталий. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай поженимся. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...